Аристотель в центре Красноярска по соседству с черным попугаем. Такие картины появились на набережной Енисея. Фестиваль «Граффити-стрит-арт» собрал 20 художников со всей Сибири. Оригинальная выставка под открытым небом. Отличный фон для ярких селфи. В этом убедилась наш корреспондент Мария Зарукина. Вам приятно с вами с вашими картинами? Ну да, респектую. Типа, о, блин, круто. Или, типа, говорят, типа, вот, блин, кокоду, это самая крутая из всех, кто пробовал. Ну, приятно. Создатель черного попугая Олег Шубин на фестиваль приехал из Томска. Парень рисует граффити с самого утра прямо в центре города. Обычно при одном только слове «граффити» в голове всплывают огромные несуразные надписи на заброшенных зданиях. Но здесь это настоящее произведение искусства. Изначально-то я, собственно, с буквы начал. Просто когда уже архитектурное образование получил, там уже и академический рисунок. А что больше всего нравится? Больше буквы нравится. Ну, все-таки классическая граффити, она и есть в граффити. Рисуют художники на отдельно стоящих кубах для творчества целых три стороны. Пока одни изображают античных философов, другие создают целые истории из рисунков. Иногда, чтобы понять смысл картины, нужно обойти куб со всех сторон. Хотя и этого не всегда достаточно. А знаете, как лучше понять? А вы встаньте на фон, просто сфоткайтесь. А тут вы все-таки поняли, что нарисовано на томпас? Да. Ну, порез. Не сказали. Нет, я не понял. Ну, не сказали. Это один из видов искусства, который сегодня популярен среди молодежи и в целом среди людей. Но самое главное, чтобы это воспринималось теми людьми, которые сюда придут. Но если посмотреть по количеству фотографий, по реакции людей, то можно однозначно утверждать, что людям здесь нравится, причем самых разных возрастов и детям, и взрослым людям. Такие же арт-объекты находятся и на правобережной набережной. Тема фестиваля – искусство в городском пространстве. То есть, по сути, изобразить можно все, что угодно. Что ты хотел? Ну что, индийская культура? Если расскажу, меня точно не посадят. Нет. Да нет, не в то же время, что индийские. Вас посадят, но не мы. Тех, кто оставляет надписи на стенах, обычно штрафуют. Но только не в этом случае. Такое творчество местные власти одобряют. У нас в городе есть некая беда в том, что граффити иногда превращается в некую форму вандализма. Я бы очень хотел призвать наших красноярских художников. Давайте, мы готовы. Мы готовы идти на диалог. Мы готовы предоставлять площадки для того, чтобы люди самореализовывались. Но вандализм – это не на пользу города. Поэтому я к этому отношусь. Если это именно в таком ракурсе, крайне положительно. Для художников это хорошая возможность заявить о себе. Все авторы подписывают свои картины, и их легко отыскать в Инстаграме. Организаторы рассказали, после того, как фестиваль закончится, работы не пропадут. Им найдут достойное применение. А пока у красноярцев есть еще целых два месяца, чтобы сделать яркие фотографии на фоне современных картин. Мария Зарукина, Павел Иваницкий, 7 канал.